им привет продолжаем играть властелин колец битву воинств давайте сразу покажу карту как обстоят дела у нас обстоят дела рохан захватил 2 территории не знаю там кто-то остался в живых вот они это сделали то есть рохан продолжает немножко существовать сейчас здесь у нас идет массированная атака для того чтобы отобрать гундабад просто посмотрите как они вам лепили эльфы не хотят отдавать потеряли мы значит фарад вайт я по-моему это говорил и еще как бы умудрились некоторые донатеры отобрать мою гнездо вот несмотря на то сколько тут армии было вот но они притащили сюда свои города вот я не знаю видимо каким-то образом вот эти все племена нога марцев они исчезли отсюда то ли их искоренили то ли что я не знаю почему они пропали вдруг несколько городов и знаете как бы я не очень доволен орлами ну то есть вот у гэндальф они есть сейчас я просто покажу как в каком сражении сколько потерял орлов вот пожалуйста гэндальф 48 против элвин 45 ну то есть у меня больше потерь да там конечно конные лучники очень мощные но тут артефакты довольно слабая дело в том что элвин усиливает конницу вот поэтому до 3 типа конницы эти рыцари с луком дебильная не под рохан скими командирами очень хорошо себя чувствуют берите на заметку то не брезгует использовать эльфов вот но я сейчас пойду в атаку значит буду избавляться от орлов потихоньку потому что но они мне вообще не нравится они подходят больше для разведчиков то есть можно немножко нанять орлов и потом с помощью них придвигаться быстро очень по карте что-то захватывать вот но я сейчас предпочитаю нанимать больше бернов вот они вроде неплохи них и здоровье побольше и защиты и скорости у меня есть большое желание поиграть сейчас за арнор а знаете почему а все очень просто арнор и территориально находится в реадоре где как раз таки расположен у нас шир вот если мы перейдем на хоббит он спустимся немножко ниже далее что тут есть лагерь хоббитов он очень простенький его легко захватить это юниты первого уровня но здесь показано какие фракции могут использовать только дружественное у них казалось бы небольшой урон 1415 здоровье 14 6 защиты скорость неплохая 92 это реально неплохо но надо понимать что это очень дешевый и маленький юнит то есть их в большом количестве можно делать вот к чему все это вспоминаем что у меня есть вот этот командир рода и сэм если посмотреть по их навыкам пожалуйста хоббиты плюс 20 защиты вспоминаем что у хоббитов базово 6 защиты то есть не становится 26 это фактически сколько в четыре раза увеличивается защита это просто жесть то есть прям хорошее усиление хоббитов есть у них также вероятность не получить урона от врага очень хорошая тема плюс наносит они увеличены урон по всяким оргам рухаем и троллям это тоже очень полезно если удастся еще им прокачать репутацию здесь можно снизить урон проходящий по людям и хоббитом и плюс пять процентов к очкам здоровья для хоббитов это мощно урон по большим отрядам конечно же это очень ситуативно но тоже неплохо ну к скорости армии энты тоже полезно но я не знаю можно ли за арнор добраться до энд мута это вопрос большой на пятом уровне здесь для всех союзников шанс избежать физического урона это надо еще дойти надо еще репутации столько найти но в принципе и все из усилений хоббитов это все вот еще бы артефакты какие-то найти было бы вообще идеально подкачал я ори немножко походила но сейчас на учение он взял кровь дурина максимальную взял изо всех сил с четвертого раунда 750 процентов физического урона неплохо ну и чтобы он наносил физический урон против враждебных целей тоже неплохая тема будем тестировать нам союзники начали нападать они пытаются защищаться хотят закрыть клетку вот эту большую них тут 26 армий это они собрали силы чтобы дать отпор но чувство орлы здесь у меня будут быстро отлетать вы хрен с ними по большому счету для разведки мне достаточно армии как у легала соусловно да хотя нет у него нормально ноут у хиргана например быстро потому что у него конница этого вполне достаточно понятно давайте тоже куда-нибудь ударим я не знаю варидель например а переход идет ладно и да здесь кстати тот самый паху который у меня отобрал орлов но это не очень плохо что он их отобрал все нормально как бы наверное даже больше расстроюсь если у меня заберут биорнов поэтому у нападать я пока не могу нет я могу напасть вот на этот стек блин хочу ли я нападать первым вот в чем вопрос потери то будут большие 26 отрядов здесь ладно надо куда-нибудь ударить гэндальф полетел нанесем первый удар и надеюсь она территория переходит поэтому ничего не произойдет я думаю что и всех сюда пошлю радиус у меня позволяет плюс у меня строится форты сейчас в том месте поэтому если что я смогу вернуть солдат быстренько чтобы они отдохнули пополнили войска ну как видите гэндальф летит просто на это кстати поставил выбрал увеличенный масштаб то есть все меньше но больше видно и что-то мне не очень сильно это нравится если честно наверное верну назад так давай гэндальф он тут под защитой честно она будет больно так ничья ух ё ну вот они как бы орлы но самое главное что я зарабатываю престиж пожалуй для меня это самое главное ладно гэндальф отступаешь отступаешь очень быстро быстрее да может быть это расточительство тратить в такой ситуации флаги но как бы почему бы и нет но вам не счетом меня косарь орлов из моих всех здесь сольем он железные войны мне больше нравится если честно немедленная но они надежные и они капец какие прочные и меня решили отразили это плохо и судя по всему у них получится это сделать что не захватит эту землю так а сюда кто идет но это долго это пять минут нет нормально я успеваю успеваю хирганом ворваться и успеваю ворваться ли голосом у них тут попутно тоже пытаются отбиваться так что по хиргана но смотрите пожалуйста хирган больше заработал больше навоевал с конницей о как бы 50 холдер кстати о чем такой слабенький то у него тоже этот меч есть у меня он не прокачаны вроде бы на на у меня просто без звездочки для голос ну пойдет конечно но ли голос тоже слабее чем и в принципе здесь я пожалуй отступлю пять минут нет смысла ждать видимо эти участки еще соседними какими-то клетками защищаются возможно отсюда вполне такое возможно а ну и кого-то он не отразил получается на наверное 2 лена а я отступлю сам не буду ждать и вернут мне 10 выносливости почему бы и нет так пока у меня вот эти вот все ребята отдыхают я восстанавливаю армии блин у меня сегодня опять будут видимо забиты аптеки полностью 13 минут будет идти подкрепление к хиргану ну и ладно то мне тут еще более голос тоже напрашивается были на дуны дайны у меня закончились причем даже мне приходилось их распускать из-за того что мне не хватало места под берлингов надо было активнее использовать орлов и считаю да все вышло бы намного лучше так ну 2 лин в принципе у меня готов так как он не успел ударить можно его сейчас куда-то направить даже думал в тяжелую клетку возможно прям сюда или это будет плохая затея надо подумать на кстати здесь что-то я смотрю некоторые начали отступать прямо конкретно куда а в свой город я все еще не знаю ударять туда бить или нет можно сюда куда-то нанести удар я думаю ударю вот куда-то сюда можно даже гендальфом снова он уже готов они вот так решили на хорошо тогда бьют валеном по вот этой клеточке что они массово прямо отступают они что-то задумали вот что они случайно не хотят дефать крепость гундабада но кто-то сюда отступает на наверное даже хотя тут всего несколько отрядов ладно сейчас минут через 20 я думаю все тут будет ясно уже так гендальф вступил в схватку пожалуйста 45 2 лин боже какие же орлы все-таки беспомощные короче я понял что надо сделать пожалуй гендальфа сейчас еще раз пополню орлов но он теперь будет только на захвате территории потому что очень он слаб я буду сливать орлов кто-то может сказать для разведки хороши да ну я так сказал но для разведки и хватит и конницы обычный тех же он роханских всадников взять и не офигенная не быстрая ну и зачем мне спрашивается тратить золото на найм орлов да еще и постоянно хранить их летят но нереально летят если есть дешевые всадники которые не требуют золото за найм вот я же говорю я хочу с фродо и сэмом попробовать хоббитов что-то мне подсказывает что они будут намного сильнее чем кажется что то вот прям вот навязчиво мне об этом говорит так но в любом случае тут уже подвергается атаки это большая клетка 2 на 2 да мы тут с трендомиром возможно скоро покинем нашу гильдию по той причине что упала активность очень сильно лидер уже не заходил пять дней хотя он никогда не был самым сильным из нас у него заработок силы в два раза меньше чем у нас так и что у нас здесь набора мир 33 что-то как-то он сильно ударил на самом деле меня и не знаю хотя тут не ну так если посмотреть да бьерны пострадали в основном а почему так неужели они такие слабые они юнит 3 тира считаются из-за них просаживается сила но блин по характеристикам же они неплохи но скорее всего я просто какого-то сильного командира побил который начал отступать назад очень часто бывает вот мне не нравится немножко в этой игре что не все бои отображаются то есть если вы там одним командиром победили восемь командиров там примерно или пять то могут не всех показать потому что ну не мог боромир 33 уровня снести мне столько войск но тем более у него даже одного артефакта нет тут как бы но такие себе артефакты да и войска у него защитные стражи стадели 1 защитные хранители 2 еще и защитные глашата и 3 короче отвожу я 2 лена пусть он хилится восстанавливается так будет правильно так ну все легалос и получается гэндальф у меня готовы вот я еще отправил арии на подкрепление придет он через 20 минут мой плюс ему еще надо будет восстановиться очень долго будет подкрепление идти 2 лину ничего с этим не поделать то есть я могу сейчас быстро что-то где-то захватывать она посмотреть что я могу сделать в принципе буду здесь захватывать вообще все позиции вокруг вот этого куска они пытаются выбить нас отсюда чтобы мы не смогли всеми этими армиями заводить так еще хирган у меня готов это очень хорошо значит его тоже надо будет сейчас посылать куда-то можно вот сюда например отправить вернее легалоса уже хиргана я отправил кто-то уже стоят защищает совутан гэндальфа скорее всего он побьет сейчас к этому я не был готов что здесь кто-то стоит ну как бы да елки-палки какие же блин ватные эти орлы вот на железных воинов можно положиться они хорошо убивают врага а эти ребята что вообще печально хирган вступил в бой но халдера он как бы без проблем здесь победит 49 уровня рагнара ну какие-то такие себе артефакты если честно даже не улучшены может быть чел вообще не знает что их можно улучшать так пытаюсь отбить вражескую волну через две минуты пройдет мне фалим вот в эту точку но а тут рейд прикольно то есть тут рейд защищает да я почистил но я сейчас снова нападу я захвачу эту точку нельзя позволить чтобы они сюда еще свои подкрепления стягивали он причем даже два отряда сюда идет на причем какие сюда идет паху на секундочку а он уже отозвал из умных видите ли так и что самое прикольное я успею отбить даже вот эти отряды карха как минимум один отряд точно нет даже о нормально они тут пруд сейчас мы их развернем защитить никто уже не успевает поэтому да и здесь три отряда осталось всего давай 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 легалос ты же быстрый я легалосу кстати нашел очень неплохой лук отлично развернул идеально просто лучше даже и придумать нельзя было так минус один противник надо посмотреть что мы еще где можем захватить вот эти территории охраняются но мне как-то плевать если честно вперед в атаку хорошие такие мясные замесы пошли потому что до этого в течение наверное дней пяти у нас ничего особо не происходило я просто ходил разведывал ближе к разгала дону территории то есть мы захватывал бьернов хотя наверное бьерны по большому счету такие себе даже элементарно нету командиров каких-то или артефактов которые могут их усилить но я хочу за арнор поиграть потому что там все может быть иначе так и с кем встретился легалос тут он отхватывает тут легалосу надо отступать новая легалос назад тут он продолжаются отряды карха разворачиваться у него она у него опасные герои это я точно помню у него хорошие прокаченные командиры возможно даже он донатер должна какая-то каша-малаша начинает происходить они он стягивают свои какие-то подкрепления не знаю сангман на лина просто пополнял войска а но по сути на нем все и держится то есть он в соло держит эту клетку здесь у меня отобрали а кто там вообще а тут хирган проиграл получается арагор ну ну что у хиргана уже маловато войск осталось блин это плохо блин офигеть 14 часов не но это не дело я постараюсь сейчас время аптеки сократить но 14 часов это очень долго я не могу даже элементарно там хиргана пополнить подкрепление но это никуда не годится на и в итоге еле-еле скастил до 6 часов но у меня есть еще как бы место в аптеке есть еще командиры которые могут сражаться поэтому что-то может быть еще сделаем вообще по большому счету наверное даже мы проиграли эту схватку потому что и здесь явно больше у них тут есть и города то есть они не намерены отдавать крепость гундабада однозначно ну и плюс у них тут донатеры атаку получается спровоцировала лишь одна наша гильдия ну гноме я имею но я тут просто но помогаю в общем судя по всему мне придется даже наверное отступить в мои порты вот у меня сейчас здесь хирган получается лечится идет сюда ори возвращаю уже ли голоса потому что пополнять войска ему я не могу у меня очень много орлов меня укнулась то что я их очень много нанимал теперь их нам надо как-то не знаю выбрасывать что ли ну то есть можно было бы конечно ими снарядить разведчиков и тратить постепенно мне сейчас надо быстро их сбагрить потому что орлы очень много места в казармах занимают а если я буду использовать их чисто на разведчиках так они будут продолжать жить дальше но то что я орлов больше не хочу нанимать это сто процентов обойдусь без них пожалуй по ним по маневрирую немножко здесь гэндальфом и надо будет заканчивать у него мало осталось выносливости просто гэндальфа так тут хотят союзники захватить это неплохо я пожалуй гэндальфом помогу еще немного добраться до вот этой клетки выбить всех этих товарищей эта клетка просто очень много соединений дает и как бы она немножко стратегическая в этом плане давай гэндальф пробиваемся для чего тебе еще твои быстрые орлы нужны но она не по чуть-чуть умирают конечно он тут слабая охрана клеток так а что они там хотят высаживаться сюда что ли фиге 9 минут еще куда он идет а понял ну и в принципе все я отзываю гэндальфа выносливо закончилась 25 минут он здесь не продержится его кто-нибудь обязательно выбьет да посмотреть сколько мне еще орлов 150 а ну в принципе нормально я практически избавился уже от них при том что здесь тут еще три сотни лечится но это ладно это мелочи я слил больше половины орлов у меня здесь еще на самом деле 2 лен способен через восемь минут на какие-то вещи если к этому моменту нас отсюда не выбьют я постараюсь помочь я пожалуй обстановка здесь совсем непонятно очень много эльфийских отрядов отступают очень много наших наступают интересно чем это все закончится то но в принципе можно считать что 2 сотку мы отобрали сейчас тут дойдут отряда и как бы все тут уже наш перевес идет или быть может нет потому что здесь идут подкрепление причем в неплохом количестве так я пожалуй начну свое наступление для начала попробуют здесь забрать территорию правда меня сейчас могут отрезать вполне себе но вроде у нас еще здесь кусок охраняется она и плюс здесь сейчас захват захват захватят боже я думаю что все нормально будет уже за две минуты 2 лин должен успеть прийти блин капец там вроде бы 6 армии но сейчас уже одна отступает осталось 5 армии они все никак не могут эту 200 клетку взять но так думаю проблема в самих армиях которые защищают клетку наверное блин а судя по всему 2 лина отбили а вот же неприятности если конечно сейчас двухсотку не отберут тогда все будет нормально но походу нет вот это очень плохо не люблю такие моменты на тут какой-то очень странный союзник послал своего командира на мою клетку вообще не знаю что он хотел этим добиться потому что я очевидно быстрее он просто отбросил свои войска глупость какая-то он же видел что я уже захватываю эту землю зачем было вообще сюда отправлять на походу есть еще люди которые не совсем понимают как тут играть так это захватывается можно попробовать захватить вот эту территорию по крайней мере меньше чем за минуту я до сюда дойду я не думаю что вот эти земли успеют быстро забрать эльфы короче все поехали нападаем на эту территорию неважно заберу ее не заберу и это вообще не имеет никакого значения но я хочу по кому-то ударить и желательно именно не потеря все и уже захватили блин надо отменить не успел я ну ладно это к лучшему в любом случае принципе удвали на осталось еще 60 выносливости можно еще три каких-то территории атаковать возможно даже сюда стоит ударить давай 2 лин поехали то здесь форт стоит такое себе не ну вроде как это похоже на победу условно по крайней мере на то есть мы немножко теснили эльфов сейчас посмотрим что сможет сделать 2 лин с ним фортом то продав еще отряды сидят кто-то еще куда-то кого-то посылает понятно на зря это все на самом деле я уйду отсюда намного раньше сейчас так и что по результату ничья так я не знаю стоит ли тут сидеть пять минут наверное нет я лучше отступлю ночи двалина могут ударить такое себе но тут они тоже отступают по крайней мере я заставил их немножко разбежаться и не ну а ридель такой себе 2 лин такое себе снаряжение вот как бы еще и орлы не знаю зато 4 400 престижа дали оу блин но если это просто пустая цифра которая ничего не означает это будет печально но я не думаю что это так вы просто посмотрите на эту наглость тут кто-то начал строить форт но уж нет я этого не позволю это сто процентов я потрачу последнюю выносливость но я не позволю этого сделать нифига себе форт здесь построить но это же не знаю сколько у них тут армии куда это все идет а это все идет по ходу вот в эту клетку быть может они даже сейчас ее заберут назад себе надо их лишить всяческой надежды вообще я постараюсь сюда призвать подкрепление 2 лин но если я увижу что пахнет жареным я отступлю ну вот и потом уже по нормальному призову потому что 26 минут я не уверен что я успею посмотрим ну да как бы эту клетку они себе вернули и армии у них здесь намного больше непонятные какие-то качели пока что наверное у кого быстрее выносливо закончится очень мне придется отступить судя по всему потому что тоже как бы немножко целится в мою сторону ну их нафиг перестрахуюсь ну по крайней мере паху но он отошел правда не знаю зачем это сделал наверно чтобы вот эти клетки просто не атаковали может тут он уже скоординировали атаку правда хрен знает откуда 12 минут непонятно вообще зачем такие длинные атаки делать но на этом пожалуй все у меня войска полностью истощены практически поэтому придется лишь со стороны наблюдать за продолжением всех этих баталий но я думаю что в следующем видеоролике я расскажу чем в итоге все дело закончилось ну а на этом я пока свой видеоролик закончу всем спасибо за просмотр до встречи